Особое мнение на 101FM Тогда напомним Леонид Ефаркин Компания, учредителем которой он является Купила землю В парке Победы 4,5 гектара За цену В 500 раз Ниже рыночной стоимости Вот за это он и получил 6 лет лишения свободы На ваш взгляд справедливый ли срок Если не с правовой точки зрения Смотрите, с человеческой хотя бы Смотрите, я бы начал с того Что на самом деле Я человек, который жил В том районе достаточно долгое время До совершеннолетия И как горожанин Кандидат, который несколько раз шел по тому округу Я всегда был сторонником того Что парк Необходимо сохранять Парк необходимо развивать как парк И все вот эти Перепетии связанные с Передачей Потом строительством То есть сейчас это строительство идет Не то, что жилья даже спортивных объектов Ну, за исключением может быть Дворца Единоборств Но если опять же в историю так опнуть То Дворец Единоборств Это у нас еще советский долгострой И поэтому там его завершение Оно было достаточно логично С точки зрения того Чтобы как бы, ну Не было вот этого страшного фундамента И там стен, которые были Долгое время стояли И то, что нашли применение в виде Дворца Единоборств Это, конечно, хорошо Но все остальное Это парк И там разговоры О пустырях О лысых полянах И так далее Это все разговоры Как бы тех людей Которые Ну, абсолютно не понимают Какую роль этот парк играет Для жителей того микрорайона Не маленького микрорайона Подчеркну То есть там Потребность в спортивных сооружениях И если мы помним Там у нас были и корты И потребность в детских зонах Потребность в парковых зонах Где можно ходить гулять Потом вот там появившиеся фонтаны И благоустройство Связанное с памятью Посвященной Победы Это все правильный путь А застройка Это неправильный путь Это моя точка зрения Я его придерживаюсь Теперь то, что касается Ефаркина и приговора Ну, вообще, как бы ситуация Она такая достаточно странная Да, то есть там Человек у кого-то Покупает что-то Да, при всем при этом Он делает оценку этого чего-то Правдами, неправдами Говорит о том Что цена этого чего-то Очень меньше И он за это покупает И за это ему дают срок Вот там Если мы сейчас уберем парк Победы Оставим ситуацию Простых отношений Между покупателями и продавцом То возникает вопрос Там, как бы Ну, если продавец Согласился с оценкой Ту, которую подложил Предположим, покупатель Ну, тогда это Скажем так Их договорная цена Если же здесь что-то другое Тогда и возникает вопрос А где в этом переговоре Другая сторона? Где продавец-то? То есть мы, как бы, продавца-то В конечном-то итоге Не увидели В этом переговоре То есть мы увидели человека Который заплатил цену меньше Пусть там в сотни раз И за это, как бы, он наказан Но ведь, как бы, если мы Переходим в категорию разговора О муниципальной собственности То возникает вопрос А муниципалитет-то свою ответственность В чем понес? За то, что он, как бы, На эту сделку подписался Ведь не случайно все были разговоры О том, что, вот там Кто во главе этого стоял Какие были свидетельские показания Против кого и так далее Но в конечном итоге Этого нигде нет То есть человек получил срок За то, что он купил Вещь, за которую продавец Согласился ему продать Так, давайте теперь по порядку Значит, сначала по Ефаркину То есть, на ваш взгляд Все-таки наказание Это не совсем справедливо Нет, я бы сказал так Тот срок, который дан На мой взгляд Этот срок характеризует сговор Да, то есть это некий Преступный умысел Группы лиц Да, то есть срок достаточно большой Поэтому предполагается Что есть некое там Преступление, правонарушение Основанное на серьезных На серьезном нарушении закона Это значит, что мы должны Продолжение дела А тогда и возникает вопрос А как бы в чем серьезность Этого дела Да, то есть я понимаю Что там иногда в нашей стране Суды выдают странные переговоры Да, там за пикет с плакатом Верните землю там Ростовчанам Человек получает 6,5 лет Да, то есть И поэтому может быть там За то, что цена оказалась ниже Но еще раз говорю Срок достаточно большой Для того, чтобы рассматривать его Только как вот просто сам факт Того, что он купил эту По этой цене Тогда возникает вопрос За счет чего Строгость данного приговора И автоматический вопрос А где тогда все остальные факты И участники этого процесса Для того, чтобы мы могли разбирать Если выясняется, что их роль В этом процессе была Столь незначительна Что даже их нет смысла привлекать Тогда как бы Ну Тогда там нужно привести Эти доказательства Да, что вот Действительно там Те, кто подписывал решение о передаче Там действительно Делали это там Не знаю В бессознательном состоянии В определенной степени Неадекватности или эффекта Там и так далее Да, то есть Как бы Нам нужно понять Почему Для Ефаркина Отказался строгий приговор А для всех остальных Вообще никакого процесса нет Ну то есть Мы его ждем На ваш взгляд Должно какое-то Последовать предложение Это последует оно? Ну Я наверное здесь Уже как обыватель Присоединюсь К ожиданию того Что говорил там Ефаркин И его адвокаты О том, что В принципе Они там На каком-то этапе Готовы называть Уже какие-то имена Какие-то там Факты И Может быть На основе этого Будет раскручиваться А в большей мере Если брать Вот эту ситуацию Какую сейчас Я думаю Что она потихонечку Там сойдет на нет Да То есть Ну К сожалению Там Для нашей опять же Страны Это там Вполне нормальная Ситуация Когда-то То есть Даже несмотря на то Что есть еще один эпизод Да Где там Заведено уголовное дело На неких Неустановленных лиц Горадминистрации На ваш взгляд Что вот Сейчас поставлена точка Все успокоились И вот тут Что-то может заглох Если Ефаркин Сам не спровоцирует Эту ситуацию Называя факты И имена То как бы Я думаю Что это все Сойдет на нет Ну то есть Ситуация Растворится Просто в потоке Всех остальных Событий Новостей Которые происходят А вот то Что уже звучало В суде Вот эти показания Свидетельские Где там прямо Говорили чиновники Что дальше Произошло Ну как бы Ничего не произошло Да То есть Там чиновники Городской администрации Называли лицо Это лицо Отказалось Прийти на суд И как бы На этом В принципе Все и закончилось Вот у нас В суде Ой У нас в эфире Ян Чеботарев Адвокат Юрист Кировский Высказывал мысль Что Раскрутка Вот это Вся дела Она пойдет Как раз После того Как будет Вынесен Приговор Ефаркину Ну я Как бы Не столь Конечно Адвокат Как И как бы Не столь Юрист Как я Ну Чисто Житейские По опыту Я бы наверное Может быть Даже заключил С ним Пари Относительно Того Что Скорее всего Ничего не произойдет Дальше А вот это еще История Вот Ефаркину Кроме того Что там Дали 6 лет И штраф Полмиллиона Рублей Еще Было удовлетворено Требованием Горадминистрации Выплатить 165 миллионов Рублей Ущерба Это Рыночная Цена Земли Судьба Земли В таком Случае Какова Вот После того Как появилась Информация О том Что Администрация Подала Вот этот Вот иск Начали СМИ Наши Пестрить Заголовками О том Что Город Не хочет Вернуть Землю А хочет Получить Деньги Ну Мне кажется Это немножко Какое-то Я бы Наверное Тут опять же Тогда говорил О следующих вещах Да То есть Если мы Говорим О Предположим Признание Договора Продажи Земли Там Ничтожным То здесь Скорее всего Действует Общее правило Что по По всем Гражданским Правоотношениям Срок Давности Три года То есть Три года Прошло Ну Сейчас Уже Как бы Сделку Обратно Не вернуть Поэтому Там Новая Власть Городская Она По крайней мере Говорит О том Что хоть Какую-то Сумму 130 миллионов Которые Недополучили Хоть Ее Взыскать Вот То есть Опять же Это на уровне Моего понимания Право Законный Владелец Есть Если Земля Сама По сути Не является Объектом Уголовного Рассмотрения И поэтому Как бы Был бы шанс Возвращения Земли Если бы Земля Каким-то Образом Стала Объектом Внутри Уголовного Дела Тогда По уголовному Законодательству Можно было бы Расторгнуть Договор И вернуть Законному Владельцу Муниципалитету Поэтому Ситуация Если она Остается В гражданской Плоскости То шанса Вернуть ее Нет И тогда Хоть какие-то Деньги А если Все-таки Новая Раскрутка Пойдет И земля Каким-то Образом Будет включена Уже Непосредственно В уголовное Дело Тогда уже Может быть И речь пойдет О том Чтобы вернуть Ее в город Но Опять же В это Я верю Крайне Слабо У нас сейчас Перерыв Через полминуты Вернемся В студию Особое мнение На 101FM Продолжается программа Особое мнение Веду сегодня И я Мария Кожевникова А свое особое мнение Высказывает Вице-спикер УЗС Пятого созыва Михаил Курашин Михаил Ну Судя еще по одной Вашей прошлой Должности Да Когда вы Руководили Вятскими Каникулами Хочу поговорить Вот об этой истории Связанной Про детей Да Про детей Хочу поговорить История Со школьником Она вроде бы Уже немножечко Сейчас отошла Куда-то в сторону Но Все равно Она Вызывает вопросы До сих пор Речь о школьнике Который якобы Готовил атаку В школе Появилось это все В федеральных СМИ Со слов Владимира Макарова Замначальника Главного управления По противодействию Экстремизму МВД А затем уже По всем СМИ И по нашим Тоже разлетелось С броскими заголовками Вот на Ваш взгляд Это что? Это все-таки История раздутая? Или действительно Какой-то Факт Который мог свершиться? Ну Во-первых Я думаю Что как бы Ситуация Могла бы Конечно Дойти до какого-то Там Проявления Выплеска Да И Это было бы Ну Скажем Не столько Предположим Традиционно Для нас Это было бы Сколько Опять же Желания Оказаться в хайпе Для молодого человека Да Там Примеров достаточно много И эти примеры Там педалируются Раскручиваются Достаточно активно Вот И Как бы Я думаю Я думаю Что Какие-то Предпосылки Для этого Были Конечно Хорошо Замечательные Молодцы Наши там Правоохранители В частности Там Отдел по борьбе Экстремизм За то Что Они Как бы Среагировали На Отмониторили Отсмотрели И Среагировали На эту ситуацию Да Там Ну Я думаю Что Как бы Странно Что Там Дальше Никакого Раскрытия Информации Нет Потому что Как бы Надо тоже Понимать А собственно На что Реагировали Да То есть Там Реагировали На Как писалось Посты И видео Там По Аналогичным Событиям В других Территориях Ну Честно Могу сказать Что По моим Ощущениям У нас Как бы Тогда Мориторий Там Слишком Много Потому что Как бы У молодежи Там Такие вещи Они Достаточно Хорошо Расходятся Быстро Расходятся Если у них Была Какая-то Иная Информация Ну Тогда Молодцы Что они Сумели Ее Среагировать Опять же Там Спрогнозировать Ситуацию Свершилась Бы Она В ближайшее Время Или Не Свершилась Сейчас Очень Тяжело Но По крайней Мере Там Можем Констатировать Что Никакой Информации О том Что Это Фейк О том Что Это Не так И Это Все Выдумано Тоже Нет А Это Значит Что Собственно Какие Это Все равно Основы Предпосылки Есть Поэтому Вот Там Да Нас Недостаток Информации Но На фоне Недостатки Информации Все равно Создается Ощущение Что Все Таки Отработали Хорошо Может Быть Но Это Наверное Не вина Нашего Отдела По борьбе С экстремизмом Опять Из этой Информации Попытались Сделать Некий Ажиотаж Некий Хайп Это Точно Не на Пользу Профилактики Вот Я Надеюсь Что Потихонечку Ситуация Все равно Успокоится Ну Не знаю Не встречал Еще Владимира Валерьевича Шибартина Для того Чтобы Может Быть Какие-то Более Подробные Вещи Рассказал По Общению С семьей Ну Надеюсь Что Нейтрализовали И мы Не столкнемся Больше А вот То что Вы хайпом Назвали Именно В СМИ По заголовкам Это не результат Того Что информации Не было Практически Была только Вот эта фраза Вот этого Макарова Причем С такими Очень Громкими Словами Ну Как бы Мы же понимаем Что Уж простите Уважаемые Журналисты Тема Скандалов И подобная тема Это то что Как горячие пирожки Разлетаются Мгновенно То есть Перекрыть Каналы Как это могло Быстро Разойтись Практически Невозможно Ну хотя бы Пояснить Потом Что К чему Где Правда То что Не хватает Информации Это да Я тоже Ждал Что какой-то По крайней мере Либо Брифинг Будет проведен Либо Какой-то В СМИ По крайней мере Появится Какой-то Комментарий А вот это Хорошо Или нет Что ее Не появилось Абсолютно Плохо Это абсолютно Неправильная Информация И там Что Может быть Для сравнения Перевести Другой пример Когда Серлито Маки По-моему Если я не ошибаюсь Экозащитница Выложила Там тоже Пост о том Что там Дети щенков Там взрывали Да То есть Тоже поднялся Большой хайп Там Когда начали Разбираться Выяснилось Что в принципе Ситуация Это несколько Другая А К этому моменту Уже начали Поступать угрозы В адрес детей По поводу Того Что там Вплоть до того Чтобы назначалась Какая-то Сумма За То Кто причинит Этим детям Там какое-либо Это самое То есть Вот как бы И опять же Ситуация в том Что Разбирались Во-первых Не очень публично И во-вторых Очень долго И в результате Вот как бы Создали серьезную ситуацию В первую очередь Для самих детей То есть там Дети перестали В школу ходить И Последствия очень большие Поэтому Ну Это может быть И в качестве пожелания Может быть Мы там Еще не научились Наши правоохранители Быстро реагировать На С точки зрения Комментирования Да То есть Хотя Как показывает опыт По другим делам Там По алкогольным Водителям И так далее В принципе Комментарии Дают достаточно быстро Но в этой ситуации Наверное Какая-то более Специфичный момент Но он Вот например Игорь Олин Это директор школы В Ахрушах Он наоборот Похвалил наших Правоохранителей В нашей студии И сказал Что в отличие От федеральных Они сработали хорошо Что это все Не разошлось Что там Не молодого Человека Еще больше Или было Вот Но там Пресечь ее Могла бы только Официальная информация Но раз ее нет Значит Как бы там Либо ситуация Надеется Что она все-таки Успокоится Сама собой Ну Либо Все настолько Там глубоко Что пока что Непонятно Даже что комментировать Еще по этой теме Вопрос Связанный с ней Не только Просто вот После того Как это все Поднялось Снова Зашла речь О том Что в школах Нужно увеличивать Штат психологов Создавать Некую там Службу Региональную Вот Вы Такую идею Как оцениваете Ну Мое отношение К школьным психологам Оно Достаточно Специфично Потому что Как бы А кто такой Школьный психолог Вот По моим ощущениям Опять же Там у меня Трое детей Разная школа Закончили Школьный психолог По узнаваемости В школе Наверное Где-то Находится Рядом с директором А директор Это наименее Узнаваемое лицо В школе Потому что Как бы В большинстве Своем Школьные психологи Ну Как бы Занимаются Бумажным Обоснованием Своей работы Я не видел Психологов И не знаю Таких психологов Точнее Не сталкивался По крайней мере По своим детям Не сталкивался Психологами Которые Приходили Предположим Домой К ребятам Встречались С родителями В формате Индивидуальном Мы понимаем Всю проблему Психологии Для людей Что если даже Взрослые Не пользуются У нас Нет такой Тренда Ходить Решать Вопросы К психологу То точно Дети Этим тоже Заниматься Не будут Поэтому Кто такой Школьный психолог Мне до сих пор Непонятно Я понимаю В советской школе Был старший Пионер вожатый Да То есть Он и психолог был И он же был Еще и организатор А кто такой Современный Школьный психолог Какова его Квалификация И какова его Специализация Самое-то главное Потому что Как бы Там Это Там Возрастной психолог Да Там Это Психолог По конфликтам Это Кризисный психолог И так далее Да То есть Их Слишком много Специализации Я не верю Что в школах У нас работают Мульти Психологи Работающие во всех За такие деньги Да Поэтому Там Идея С увеличением Наверное Нет А Идея С созданием Предположим Специализированных Объединений Психологов Обслуживающих Там Учебное заведение И поддерживаемых В том числе За счет бюджета Да Там Ну вот такая Идея Наверное Может быть Но Опять же Это Должны быть Высококвалифицированные Психологи Это не просто Должна быть Там Организация Которую Создали для того Чтобы Собрать психологов Из числа Выпускников Факультета Психологии Нашего там Или не нашего Вуза То есть Ну вот Как бы Отсюда Разговоры О школьных Психологах Это разговоры Пока что Там Ни о чем Ну вот тот же Игорь Олень Школьный директор Он Сказал Что на его взгляд Институт Вот этого Классного Руководства Он намного Важнее И Было бы здорово Если бы Классным руководителям Побольше платили Они были заинтересованы С детьми Общаться больше Потому что Они все-таки Знают каждого Ученика И проблемы Каждого С ними Сталкивают Я наверное Сейчас Навлеку на себя Гнев Всей нашей Бюджетной Сферы Но у нас Каждый раз Разговор О выполнении О качественном Выполнении Своих Профессиональных Обязанностей Соприкасаются Со словом Деньги И мотивация Да То есть Соприкасаются Со словом Деньги При всем при этом Все прекрасно Понимают По той же Психологии Что если ты Потратишь Лишнее время Потратишь Лишние там Какие-то ресурсы На то Чтобы установить Контакты с родителями Ты себе Намного потом Упростишь жизнь Тебе не нужно Будет за каждым Ребенком бегать Ты будешь Общаться Через Родителей Решая Те или иные Проблемы Но как только Говоришь о том Что для этого Нужно там Ходить в гости К детям Для этого Нужно там Приходить Не раз в год На родительское Собрание А каким-то образом Иным образом Общаться И с детьми И с родителями Тут сразу же Начинается разговор Так ну что за Такие деньги Кто что будет Тогда возникает вопрос Нам как говорится Шашечки или ехать Мы сейчас можем Поднять заработную плату Но с учетом Той квалификации Психологов Которые есть Мы как бы Ничего и не получим Потому что я смотрю Там в начале года Приносят тесты Я там Как сам педагог По образованию Мы эти тесты Оформляли на практике На втором курсе Когда выходили в школу И вот занимались Подобной работой Но это не работа Школьного психолога Этим там Пусть студенты Педа занимаются Пед специальности А школьный Это психолог Я с чего Начал Что этот человек По узнаваемости Вообще стоит Очень далеко А он должен быть Одним из первых Может быть он Конкурировать С вахтером будет Но как бы Потому что вахтер Это самое узнаваемое лицо Но второе лицо Должен быть Именно психолог На третьем Должен быть Классный руководитель Если такого не происходит Значит соглашусь С Солиным Что давайте усиливать Институт классных руководителей Но опять же Институт классных руководителей Мы опять начинаем Говорить о деньгах Мы опять начинаем Говорить о деньгах И как бы На этом Мы все останавливаемся Давайте там Будем им платить больше И они от этого будут Там Что-то другое делать Ну вот я Там у меня У дочери Классный руководитель Она Там молодой педагог Да Там И Я вижу Что там Она Общается с родителями Пусть через соцсети Но это может быть Там и 9 И 10 И 11 часов вечера Потому что она обсуждает Какие-то реальные проблемы Да Там она Там Постоянно С детьми Постоянно контактирует И она там В теме В пульсе Там Нужно ли ей платить больше Ну как бы Я не думаю Что сильно изменится Качество ее работы Потому что она Заинтересована Вопрос в том Что будут ли работать Лучше другие Ну не хочу Там приводить Примеры Когда там Приходишь в школу На какое-либо мероприятие Включая там На выпускные И понимаешь Что Как бы Между Учениками И классным руководителем Пропасть Да То есть Пропасть в отношениях И это сразу чувствуется И бросается в глаза Там То же самое Раз уж вы там О лагерях Вспомнили То же самое же Возникает и в лагерях Когда приезжают Предположим Там Дети со своим Предположим Наставником Руководителем Это вот В основном По линии соцзащиты Всегда видно Отношения Да То есть И если там Наставника любят Уважают И Он общается То дело-то не в деньгах Точно А дело-то в том Что сам учитель Идет навстречу детям Поэтому Разговор о деньгах Он нужен Но Опять же Деньги Это Средство Для приобретения Каких-то навыков И ресурсов Вот давайте мы поймем Какие навыки и ресурсы У нас появятся У Классных руководителей Если мы им увеличим Заработную плату И после этого Мы будем разговаривать Об увеличении То есть Я поддержу Олина Вы сказали О неком Там Ну более близком Контакте С детьми Да А я хочу еще Вот в тему Задать вопрос О неком Близком Контакте С семьями И вот кто Этим должен заниматься Я о чем О том Что в последнее время Появляются очень часто Вот эти вот истории Но последнее Самое последнее Когда Мать Напоила 16-летнего ребенка Инвалида Уксусом Чтобы убить его Ну и до этого Да У всех на слуху Там История про Девочку Которую мать На неделю оставила История про мать Которая Вынесла Двухлетнего мальчика На улицу И оставила Потому что Кормить нечем Вот Вот эти вот ситуации Это Какие-то отдельные Частные случаи Или это Ну действительно Что-то где-то У нас заклинило Я думаю Что это отдельный Частный случай Но в то же время Мне не очень нравится Ситуация Когда Предположим Слушал одно из радио Тоже обсуждали Какое-то Неадекватное поведение Подростков И там В эфир выходит Мужчина Который говорит Да вот От себя молодежь Дебилы И так далее У меня автоматически Возникает вопрос Это молодежь Которую Мы же и воспитали То есть Как бы Это наши дети Или там Это Там Как бы То поколение На которое Мы влияем И Соответственно Когда там Появляются Подобные факты Это ведь Не о ком-то Другом мы говорим Это мы говорим О том Кто рядом с нами И на кого мы влияли С точки зрения Его поведения Его системы ценностей Его отношения к жизни И так далее И тому подобное И поэтому Там Да такие факты и есть К сожалению Там Их не становится меньше К сожалению Они быстро пиарятся То есть Их быстро раскручивают Вот И там Тоже там Формируется определенное Ощущение того Что их достаточно много Но все-таки Там В большей мере Это эпизодическое Хотя В принципе Там Да Социально-экономическое положение Оно Сильно влияет И на систему отношений Внутри семьи Да То есть Когда там Семья В кризисе Хотя Там Существует Официальная статистика Что В кризис Люди Разводятся Меньше Да То есть Потому что Считают Что все-таки Там Кризис лучше пережить Чем Заниматься Дележкой Но С точки зрения Внутренних отношений Там Да Обостряются Какие-то моменты И Там Необходимо Реагировать Кто в этой ситуации Там С этой матерью Или там Ситуации Когда Там Оставляют Ребенка Дома Там Маленького И уходят На несколько дней Гулять Кто должен был Реагировать Честно скажу Я вот Как бы Затрудняюсь Ответить Потому что Как бы Родственники Ну вот Это единственное Соседи Родственники Кто еще Должен реагировать Ну Соседи У нас К сожалению Там Соседские отношения Разрушены Родственники Где Вот там Эти родственники Да Вот там Все обсуждали Ситуацию Там С какой С Грибоедов Рискрасина Да Там Когда Девочка Умерла От обезвоживания Трех лет Да На чертся По-моему Да Вот И Осудили Мамашу А ведь Как бы Там Не осудили По-моему Еще Арестовали Ну там же Еще и бабушка Была А бабушка Это почему Как бы Проигнорировала Эту ситуацию То есть Как бы И дальше Кого винить Только Дочь одну Или бабушку Или Кто виноват Виноваты Это все Потому что Еще раз говорю Это то В чем мы живем И на что мы влияем Это мы сейчас Можем судить Предположим Там по Там 812 году Какое было Население Да Там Потому что Как бы Мы не влияли На это А здесь Это те Кого мы Кто нас воспитывает И кого мы воспитываем У нас сейчас Перерыв на рекламу Через две минуты Вернемся в студию Особое мнение На 101FM Да Это действительно Программа Особое мнение Высказывает Его сегодня Вице-спикер УЗС 5 Созыва Михаил Курашин Михаил Ну далеко От темы Школы Школьников Не отходим Из города Не уходим И значит Еще один вопрос По поводу Того Где брать Денег На то Чтобы школы И детские сады У нас были В каком-то Ну более-менее Приличном состоянии У кого их Отобрать Потому что Видимо Ну денег Настолько мало Что если не отбирать То взять Нигде Невозможно Предложили На Во время Принятия поправок В бюджет На заседании УЗС На последнем На пленарном Деньги Отобрать У аэропорта Ему выделяют Очередной транш Выделили уже В 30 миллионов рублей Всего за год Получилось 90 И вот выступили Депутаты И предложили Что ну зачем Аэропорту так много Давайте Лучше отдадим Школам И детсадам Которые находятся В плачевном состоянии Вот на ваш взгляд Это правильная История У аэропорта Отобрать И школам Отдать Ну неправильная Абсолютная история Рассуждать о том У кого нужно Отобрать Для школ Ну во первых Я считаю Об этом мы тоже Всегда говорили Что там Это должна быть Защищенная статья И статья Защищенная С точки зрения Не только того Что нельзя брать Но и постоянно Их увеличивать Это раз Второе Ну вот видимо Сейчас-то этого нет Раз школа у нас Мы еще не подошли К ситуации Кризиса С количеством школ Но уже Сейчас близко Не хватать Мы опять начнем Не дай бог Детские сады Переделывать под школу Как это тоже Было у нас Там 90-е годы Что касается Аэропорта Ну там Отмотаем На 10 лет назад И Вспомним о том Что в принципе Ключевая мысль По разговорам Аэропорта Была следующая Аэропорт Является Тем ресурсом Который должен Способствовать Развитию области У каждого Там Территории Которая Хочет привлекать В том числе Инвесторов Должны быть Воздушные ворота Куда люди Должны прилетать И Именно Под этим лозунгом В принципе Вся работа Была начата Восстановление полосы Восстановление аэропорта Заключение договоров И так далее Та тенденция Там Да Первое Там у нас По-моему Если не ошибаюсь Два Раза была проблема С руководителем Но это проблема Менеджмента Это не проблема Востребованности Аэропорта Это проблема Конкретных персоналей Потом был Период Когда у нас Все было хорошо И действительно Приезжая в аэропорт Ты видишь Достаточно Количество рейсов И это радовало То есть мы начали Принимать И в том числе Большие самолеты Потом Собственно Со смены Очередной смены Руководства Аэропорта У нас снова Начинаются Начались Какие-то проблемы И собственно Опять мы к этому разговору Возвращаемся То есть Это был разговор И в рамках Нашего ЗАГС собрания Когда мы работали В пятом созыве Но еще раз говорю Там Они ушли На нет Потому что Мы стали видеть Эффективность Этого аэропорта Вот И они появляются Сейчас Опять же Вопрос Почему я И предложил Вернуться К тому Мы хотим развиваться Или мы не хотим Развиваться Если мы не хотим Развиваться Ну тогда Давайте закрывать Аэропорт И как бы Тратить деньги Непонятно на что Там Они Это не та сумма Она Как бы растает Очень быстро В наших бюджетах Либо мы все-таки Должны довести Ситуацию с аэропортом До какого-то Логического уровня И все-таки Как это Изначально Закладывалось в идею В конечном итоге Найти кому Из частников Какому частному инвестору Его отдать Ведь изучался Опыт других территорий И Не все аэропорты Являются государственными Да То есть Многие аэропорты Являются Частными Да То есть И Там Принцип построен В том Что Как бы Да Государство За счет бюджета Условно говоря Создала матбазу Создала условия Создала определенную Заполняемость Создала определенную историю И И после этого Продали И это Дало возможность Перспективно Дальше развиваться Вот То есть Как бы А в нашей ситуации Не приведет это К тому Что просто Инвестор Почувствовав Ну Неприбыльность Этого дела Вообще Оставит город Без аэропорта Ну такие же Вливания-то в него Не просто так Значит Самостоятельно Это не зарабатывается Так вот Для этого Мы должны Довести Аэропорт Как стартап До какого-то Логического уровня Показатель Когда он начнет Зарабатывать По крайней мере Да Он будет зарабатывать И он будет Как бы Ну по крайней мере Безубыточный А что должно делаться И как он должен Развиваться Ну в первую очередь Это поиск Вот этих Переговоры С авиакомпаниями На предмет Вот как бы Взаимодействия То есть Открытие новых маршрутов А это все будет требовать Субсидирования А это будет требовать Бюджетные затраты То есть Как бы А без этого По-другому нельзя И там С этим надо просто Смиряться Что пока мы Там Находимся в таком положении И там Это придется тратить Не надо считать Что у нас Аэропорт Проект Там стартанул Закончен Там все хорошо Там не все хорошо Там и проблемы Опять же С менеджментом Остались Большие И Насколько я понимаю Там Отношения С той же победой У нас до сих пор Очень Шаткие Шаткие Да Вот И Никто не занимается Поисками Привлечением Новую авиакомпанию Да То есть Возможно Занимаются Просто найти не могут Ну Были же переговоры По-моему Года 2-3 назад С Комиавиа Ну В конечном итоге Мы как бы Ничего особо не услышали Из этого Да То есть А то что Там Это востребовано Ну Я думаю Что Опять же Я часто пользуюсь Аэропортом Там Ну Раз в месяц Иногда и чаще Да То есть Я вижу Что у нас У нас не бывает Пустых самолетов У нас не бывает Там Отмененных рейсов Потому что Никто не хочет лететь У нас У нас постоянно У нас постоянно Много людей И Что на дешевых рейсах Победовских Что на Рейсах Русланиновских У нас Все самолеты Забиты То же самое У нас Насколько я понимаю И с южным направлением Там Единственное Что Региональные перевозки Авиаперевозки Страдают Но Как бы Это вопрос Логистики Которую В принципе Тоже нужно обсуждать С авиакомпаниями Потому что Я Честно говоря Не понимаю Почему до сих пор Там не появилось Предположим Направление Из Кирова В сторону Самары Саратова Ульяновска С которыми нет прямого Оренбурга Сообщения на поезде Сейчас там Общаюсь с людьми Из этих территорий Хочу их позвать в Киров Но Как бы Упираются в то Что Либо поезда Которая ходит Там раз в два дня Либо Логистика Через Москву А это как бы Архи неудобно У нас всего Одна минутка Остается Хочу все-таки Еще одну тему Успеть затронуть И с воздушного транспорта На автотранспорт Перескочить В последнее время Очень часто Стали пьяными За рулем Попадаться Известные Личности В городе Статусные Я бы так сказала Не так давно Депутат УЗС Еще тут На днях Судья Возможно Который был за рулем Ехав С собственной свадьбы Как пишут СМИ Вот Почему такие случаи У нас так часто происходят И какова реакция От этих людей Должна быть Ведь Большинство На них ориентирует Здесь ничего частого нет Вот как бы Это то что Это тоже Эпизодические Ситуации Которые Просто которые всплывают И Люди ничего не боятся Вот как бы Из этого надо исходить И даже если Предположим И обо всех Просто по городу едешь Да там Даже если он трезвый Вы посмотрите как Изменилась культура вождения Она стала безобразной Да То есть мы там Забыли о поворотниках Забыли о каких-то там Правильных перестроениях О поворотах запрещенных И так далее Поэтому как бы Это все ведет к тому Что люди расслабляются А реакция вот от этих людей Должна быть какая-то Или нет Ну как бы Как вот там Сосед попался Мой пьяным за рулем Так и депутат попался Нет Ну однозначно должно быть Другое дело Что как бы И та и другая К пример Защищены они Законом От привлечения К административной Ответственности Это вторая ситуация То есть как бы Да Общественное порицание Но к сожалению Там Для большинства из них Общественное порицание Это ничто У нас к сожалению Время программы Подошло к концу Спасибо Михаил Доброго дня вам И всем слушателям Особое мнение На 101FM